Договоры, которые они предлагают заключать с Арменией, мирного договора, да, и этот договор был представлен, если я не ошибаюсь, на встрече с министром иностранных дел Армении, место уже не помню, но на встрече с министром иностранных дел Армении, на последней встрече, на последних переговорах. И тогда, то есть, одним из основных пунктов данного договора является то, что стороны признают территориальную целостность друг друга. Почему армянская сторона заявила о том, что готова признать территориальную целостность Азербайджана? В армянском политическом дискурсе я делаю в том, что карабахская тематика никогда не сводилась к теме территорий, она всегда сводилась к теме права народа на самоопределение, вообще к теме права. Поэтому Армения до сейчас, так скажем, можно чисто формально, можно сказать, что да, мы признаем территориальную целостность, мы всегда признали, в Армении никогда не было территориальных признаний к Азербайджану, поэтому, то есть, вот такая позиция может армянская власть сформулировать и, так скажем, продать его народу своим избирателям. Азербайджанская сторона, это важно, потому что азербайджанская сторона в итоге получает документ, если он, конечно, будет в итоге подписан и не сорвется, получает документ, который может представить своему народу, своим избирателям, что есть некий документ, который подписала Армения, Армения, которое подразумевает следующее, что Армения признала территориальную целостность с Азербайджаном вместе с Карабахом. То есть, опять-таки, трактовки здесь будут разные, но так как, но с учетом того, что инициативой владеет Азербайджан сейчас, я боюсь, что голос Азербайджана будет звучать громче, чем голос Армении.